растаял зимний снег озарились радостью даже белые цветы мастер показал прием опечалились лица даже его учеников приветствую вас африканские березы сегодня у нас очень серьезное видео которое грозит апокалипсисом всей земли ибо великий старорусский горецко-славянский невообразимый бесконтактник мастер-дед лоханулся а такие люди обид не прощают а кроме того мы посмотрим как мастер системы к дачникова вступил в неравный бой с представителем кров-маги в реальном спарринге но обо всем по порядку нет пира который не кончается и нет мастера который не умирает великий и хитрый мастер-дед который скрывается за личиной безобидного бесконтактника горецко-славянских направлений великомастеровитых мастеров организовал очередной сходняк на котором все было здорово и сказочно ученики которые улетают на 10 метров от одного взгляда мастера смех тёлочек которые говорят ох ох какой красавчик одет то еще совсем и не дед ну и все было так здорово и прекрасно до одного момента пока один из учеников не стал иудой и не ударил мастера всерьез а теперь ты изменил тактику понимаешь ты запустил другой вариант и посмотри сколько у тебя блядство ты посмотри сколько у тебя мысли сейчас ты видишь их вот я пошел вот ты бьешь ты во-первых бил рано понимаешь тебе нужно бить быстрее ударить что интересно вот он бьет тогда ты понимаешь я вижу твоего подлеца понимаешь но дело в том что ну пускай нет у меня никакого желания понимаешь ну что поняли в чем тут дело оказывается секретные техники бесконтактных старорусских мастеров на подлецах не работают а я так думаю в чем тут дело вчера ко мне подкатило двое гопников а я хотел их раскидать на 10 метров но у меня ничего не получилось конечно не получилось это же быдло подложопое конечно на них техники не работают ведь техники деда и всех супер мастеров работают только на воспитанных и интеллигентных противников но нет не так прост как вам кажется я бы не советовал вам его недооценивать ну что испугались а вы-то думали дед добрый и ласковый мастер который познал мир и гармонию своей душе хрен вам если вдруг бесконтактные великие техники старорусского мастера не работают он тупо достает нож и выпускает кишки своему противнику слава богу у деда при себе ножа не было а то ученику бы пришел конец для того чтобы поставить женщину в тупик достаточно на 23 февраля купить себе пенку носки и трусы а для того чтобы поставить в тупик мастера какого-либо стиля нужно просто поставить его в реальный спарринг с любым бойцом вот на такой вот реальный спарринг между представителями системы кадочникова и бойцом кровмагии мы сейчас и посмотрим но для начала я хочу сказать пару слов о том что такое система кадочникова хотя многим из вас она и так уже знакома в этой невероятной системе которая также обозначает себя как старорусская которую успешно использовали в первой и второй мировой войнах уничтожая саблями штыками всех противников говорится очень много слов про физику и биомеханику а все удары защиты и приемы объясняются именно с научной точки зрения акцентируя все на том что выучив эту самую биомеханику даже раненый или слабый человек и даже женщина или ребенок используя 25 процентов своей силы смогут победить любого противника а лучшие представители этой системы конечно же стают бесконтакт никами такими были сам кадочников лавров и еще немало их последователей правда это или нет решайте сами но мы посмотрим на эту систему в реальном бою представитель системы кадочникова конечно же в камуфляже а его противник боец кровмагии в черной одежде почему он боец кровмагии я не знаю но так было подписано видео как вам победа кадочникова конечно отлично вот только представитель системы кадочникова неожиданно вспомнил что он ходил годик на кикбоксинг и почему-то в реальном бою стал использовать именно эти навыки они биомеханику с уворотами от ударов кувырками и заломами кроме того боец кровмагии оказался явным новичком который не то что не использовал технику кровмагии а просто боялся вообще как-то бить глядя на бешеные глаза мужика который на 10 килограмм больше и так какой же вывод мы можем сделать из этого спарринга как не образованные спортсмены да очень простой сначала прежде всего нужно позаниматься пару лет боксом киком тайским ммэй или еще какой-то прикладухой а уже потом чистой совестью идти на старорусские стили древнеславянские направления и любое кунг-фу винчун багуа ну и в общем везде где гусь в тени тополи может остановить кулак летящего бегемота и там уже показывать свою силу таким образом мы сможем зазывать к себе народ а в случае драки с каким-то алкашом сможем вспомнить старую школу ударки и навалять ему по шее я кстати знаю реально такие случаи когда пацаны занимались конкретными направлениями типа бокса тайского выступали на соревнованиях у них там не сильно что-то складывалось они понимали что им там ничего не светит и шли вот в такие всякие системы темы старорусские мемы и там уже на первых тренировках ломали лучших учеников спаррингах после чего великий мастер долго не думая брал их к себе как правую руку ввозил по разным залам в случае каких-то спаррингов там встреч залов где они показывали технику опять-таки имея багаж за плечами хорошие ударки но мастер потом всем рассказывал что мы делаем вот эти вот всякие формы изучаем вот эту вот биомеханику и постигаем медитацию и энергию которую у нас входит на которой мы сидим и которые уже никуда не выйдет как говорил один мастер хрен муи и конечно же таким образом заманила к себе новых учеников не знаю работает это все или нет всякие к дачниками и системы темы и хренмуя это вы решайте сами а вот я например не видел ни одного реального спарринга где бы представители этих систем побеждали используя именно эту технику то есть именно то что они тренируют на тренировке обычно такие спарринги превращаются в обычный уличный махач с элементами бокса а вы конечно имейте свое мнение на этот счет и пишите его в комментах рано или поздно черешня в тарелке кончается а туалет оказывается занят также бывает и с мастерами рано или поздно их не пускают в зал и а божественная техника должна жить вечно поэтому они тренируются даже дома конечно вы можете сказать что мужики красавчики и вместо того чтобы выпить вкусненького прохладного пивка или манящий беленькой они все равно занимаются спортом крутя вертя эту палку между собой и я с вами полностью согласен главное чтобы это верчение не привело к инциденту но не каждый из вас заркоглазый крот поэтому скажу что мужики не простые а постигающие истину через волшебные колеса и настоечки которые дают им эту супер силу подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях а в комментах напишите готовы принять удар ножом от мастера деда или покидать диван слишком опасно а то еще займут а поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы че вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в 1 доллар по ссылке в описании или возле кнопки подписаться обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках и ка защита то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так достать понимаете не напрягаясь как бы не отходим этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно отсюда работаем левый в печень раз и левой же рукой в голову два уже выравнивая корпус делая эту работу направленную на координацию ребята стоят ровно и бьют живот просто вниз рукой это неправильно очень классное упражнение для наработки скорости точности прямого удара вместе широко вместе вернулись шаг удар вернулись мы работаем двоечку бам бам пробили попали закрыли противника пробиваем ему печень бум вернулись стоечку изменилось Продолжение следует...